Различия между шиитской Кербелой и Меккой Уважаемые зрители, давайте сравним по этим кадрам то, что происходит в Мекке и Кербеле. Так мы различим того, кто молится Аллаху, кто Хусейну, а кто Абульфазу, а также, что из этого относится к исламу, а что относится к идолопоклонству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он стал бить его мечом и нанес ему 12 ударов. Ему отрезали голову. Взывает к Хусейну, восклицая «О Хусейн!» Говорит, что является верным псом Хусейна. Субтитры создавал DimaTorzok Он говорит, что он верный пёс Рукайи. Толпа повторяет за ним. Дима Торзок Именно поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил превращать могилы в места поклонения. Между исламскими учёными нет разногласий относительно того, что могилы не должны быть местом для поклонения. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил это деяние. Он молился Господу, говоря, «О мой Аллах, не позволяй, чтобы мою могилу превратили выдало для поклонения». Затем он сказал, «Силён гнев Аллаха на людей, которые превратили могилы своих пророков в места для поклонения». Давайте посмотрим, как Всевышний Аллах отвечает в Коране тем, кто совершает подобные действия и приобщает к нему сотоварищей, утверждая, что делают это от любви к Ахляль-Бейту и имамам. Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха, но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы беззаконники, узрев мучения, увидели, что могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах причиняет тяжкие мучения. Если бы достоинство какого-либо места было связано с могилой, то город Медина, где находится могила пророка, мир ему и благословение Аллаха, была бы самым великим городом на земле. Однако о превосходстве Медины над Меккой не говорится ни в Коране, ни в Сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Несмотря на тот факт, что его могила находится в Медине, этот город благословен и величественен не больше, чем город Мекка. Подобное мышление противоречит здравому смыслу, а также Корану и Сунне. Давайте посмотрим, какой совет пророк, мир ему и благословение Аллаха, дал своей умме относительно его могилы. Когда у них умирает праведный человек или праведный раб Аллаха, они сооружают на его могиле храм и рисуют в нем эти изображения. Они одновременно распространяют два искушения. Искушение могилами и искушение изображениями. Эти творения занимают наихудшее место перед Аллахом. Перед самой своей смертью посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стал натягивать на лицо покрывало, а когда ему стало трудно дышать, он убрал его с лица и, находясь в таком состоянии, сказал, да проклянет Аллах иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в места для совершения молитв. «Предостерегая мусульман от повторения того, что совершали эти люди». Если бы не его слова, то его похоронили бы на открытом месте, на кладбище, где похоронены его сподвижники. Однако этого не случилось, поскольку были опасения, что его могилу превратят в мечеть. «Воистину ваши предшественники превращали могилы своих пророков в храмы, но вы не превращайте могилы в мечети, ибо я запрещаю вам это». Поистине наихудшие из людей — это те, которые застанут судный час живыми, и это те, которые превращают могилы в мечети. Малик передал в Аль-Муатта, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «О Аллах, не превращай мою могилу выдала, которому будут поклоняться. Силен гнев Аллаха на людей, которые превратили могилы своих пророков в места для поклонения». Имам Зейн-Аль-Абиддин, Али ибн Хусейн, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды мой отец увидел человека, пытающегося подойти к могиле пророка, да благословит его Аллах и приветствует, через отверстие в гробнице, чтобы помолиться там. Но мой отец не позволил ему сделать это. Он сказал этому человеку, «Позволь мне рассказать хадис, который я слышал от отца о моем деде, посланнике Аллаха. Мой дед говорил, не превращайте свои дома в могилы и не делайте мою могилу местом постоянного посещения. Обращайтесь с мольбами за меня, и она дойдет до меня, где бы вы ни находились». Этот хадис был передом Макдиси в книге Аль-Мухтара. Уважаемые зрители, после стольких неоспоримых фактов у нас есть вопрос к вам. Имеет ли какое-либо отношение то, что происходит в Кербеле, к истинному исламу или к причистой сунне пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, к вере в единство Аллаха и к поклонению только ему? Возможно ли, чтобы Ахляль-Бейт пророка, имам Али и имам Хусейн были связаны со всеми этими деяниями и подобными вероубеждениями? Интересно, может ли рассудительный и размышляющий человек, внимательно изучающий истинную сунну и судьбу членов семьи пророка, мир ему и благословение Аллаха, принять все эти непонятные действия и убеждения? Смотрите, думайте и делайте выводы. Мы, в свою очередь, призываем вас следовать прямым путем, придерживаться единобожия и подлинной сунны и отказаться от темных деяний, суеверий и ложных верований.